друзья ну вот снова мы находимся в городе филадельфия и сейчас мы прогуляемся по его центру сегодня будет ролик для тех кто любит наши прогулки по городам с рассказом об этих городах в общем мы филадельфию никогда не любили и высказывались нелестно на ее счет и здесь вы даже видите всякие минусы например куча констракшена различного элементы грязи но все-таки мы вынуждены признать что филадельфия за последние годы стало лучше чем она была допустим три года назад я отчетливо помню что вот на этой площади летом три года назад были в основном бомжи они нормальные люди и площадь была вся замусорена в дрызг сейчас они ее убрали бомжей куда-то вывезли в общем респект им за это несмотря на то что филадельфия это до сих пор далеко не мой любимый город я не могу не заметить положительные изменения в ней да а мы прогуляемся в сторону фонтана один из моих любимых фонтанов и один из самых красивых фонтанов в сша вот такой вам панорамный вид на центр города филадельфий естественно этот исторический центр он очень-очень маленький и очень дорогой все остальное она естественно так не выглядит как здесь там уже другой акцент хотя с другой стороны если сравнивать с нью-йорком или с вашингтоном дисси филадельфия намного дешевле чем те два близлежащих города в общем где здесь живут нормальные люди скажем так во первых здесь эре даунтауна где мы сейчас находимся называется центр сити и является абсолютно жилой в отличие от многих других даунтаунов других городов плюс ко всему если на карте от центр сити вы посмотрите вниз там будет юг филадельфии в саус филе и там исторически хорошие районы много итальянцев там живет до сих пор а если вы посмотрите вверх по карте относительно центр сити вы увидите там северную часть она исторически гетто в общем там не жить и не останавливаться не рекомендуется перед вами тот самый фонтан который мы считаем одним из самых красивых фонтанов сша а вокруг нас большинство музеев филадельфии музеев здесь немало музей искусства музей истории музей природы все заканчивается огромным музеем of art который вы все видели в фильме роки бальбо и нужно заметить что в отличие от вашингтона дисси или балтимора музеи филадельфии в основном не бесплатны но существует определенный день в месяц когда можно бесплатно попасть поэтому смотрите сверяйтесь календарю давайте обойдем этот фонтан чтобы насладиться его видом еще раз повторюсь что это один из моих любимейших фонтанов на планете земля так скажем но первое место это берлинский фонтан нептуна бесспорно а это вот второй фонтан нельзя не вспомнить огромный фонтан в чикаго но эстетически лично нам этот филадельфийский фонтан нравится больше чем чикагский хотя тут больше намного обратите внимание на выражение лиц они разные то есть это не то что как под копирку как обычно знаете делают а здесь свой характер передан свой характер у каждой статуи то есть так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Называют шуточный музей Рокки Бальбоа Находится небольшой музей Родена Он как раз бесплатный, кстати, в отличие от всех остальных музеев Филадельфии Музей Родена бесплатен всегда Он небольшой, но достаточно симпатичный Поэтому заходите и вокруг территория у него очень ухоженная, облагороженная А в Википедии написано, что по собранию скульптур Родена Этот музей второй в мире после Парижа Да В общем, вы, наверное, уже видите дядьку мыслителя знаменитого А я недавно общался со своим другом из Москвы по поводу Родена И он знает искусство намного больше, чем я И он рассказывал, что Роден был очень плодовитым дядькой И что спец для него было утверждено, что оригинальными скульптурами считаются только первые 12 созданные В общем, а он, соответственно, их лепил в большом количестве Ну, это как художник Айвазовский Там он сколько понарисовал этих всяких пейзажей и так далее Такая красота Сейчас я вам покажу все эти фигуры Друзья, я бы вас хотел спросить, что для вас лучше Я вот иду, все это снимаю и понимаю, в принципе Что вы уже у других блогеров это все видели И, как бы, может быть, вам скучно это все смотреть И я думаю, может быть, совместить формат, когда я гуляю по городу И рассказываю на какую-то отстраненную тему А не о городе Потому что вы все уже наверняка это знаете И видели этот музей Родена Мы, конечно, стараемся это все разукрасить своими впечатлениями И своими какими-то, быть может, познаниями Но вы все-таки пишите в комментариях, что именно вам интереснее Прогулки по городам с рассказами о городах непосредственно Или все-таки прогулки о городах с основным акцентом на какую-то тему, отстраненную от города Да, то есть рассуждать на какую-то тему и показывать вам город Совместить ли этот формат Вот видите, здесь люди могут в шахматы играть Очень классно Сейчас мы с вами пройдем И я вам покажу фронтальный вид Он действительно красив Чудесен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Одно из самых знаменитых зданий Филадельфии Филадельфия Museum of Art Рокки Бальбо использовал его лестницу просто как тренировочную площадку Но можно понять, в те времена было особо не до искусства Особенно простым итальянским иммигрантам Мы были в музее И я могу сказать, что коллекция, конечно, хорошая Но по сравнению с музеями в Вашингтоне и в Балтиморе Она чуть меньше Хотя в Вашингтоне и в Балтиморе музей искусства бесплатный Здесь же всего лишь один день в месяц, если я не ошибаюсь, бесплатно можно попасть Все равно это все стоит посетить Так скажем А там вдалеке мы видим статуи Рокки Бальбоу Вот видите Вот он с поднятыми руками Сейчас мы к ней подойдем Все, естественно, хотят сфотографироваться Вот они, современные боги Живущие среди нас Вот видите, очередь стоит Вот все в очередь встали И вот по очереди проходят, чтобы сфотографироваться с этой статуей В музее такой очереди нету даже близко, даже в бесплатные дни Ну вот посмотрите, да, сравним Лицо Лицо вообще не похоже на Сильвестра Сталлоне И там внизу написано Рокки Бальбоу Вот такой у нас крэйзи мир на самом деле Вот что людям нужно Так, давайте обзор небольшой вот так вот И по той самой лестнице, по которой взбегал этот самый Рокки Бальбоу И мы вот слышим музыку, да, из этого фильма Вот бежит женщина Ну или девушка, я не знаю, со спины И она включила музыку и бежит по этой лестнице Вот эту знаменитую мелодию, да, может быть вам не слышно было Ну, наверное, при нас родился какой-то ритуал Вот, тоже побежали Точно-точно Включают музыку на своих телефонах и взбегают туда наверх Господи, в каком мире я живу Какая глупость Ну, ладно Сейчас мы забрались Вот Ну, вот видите Ну, вы, наверное, не слышите эту музыку Ну, вы понимаете из этого самого фильма А внутри такая красота Греческие фигуры Вот немножечко я вам показал А с этого музея открывается, кстати, очень классный, великолепный вид на город Филадельфии Практически на весь его центр исторический Вот, смотрите Ну, и как вы видите, этот вид интересует людей больше, чем музей непосредственно Ага Вот сейчас мы к вами подойдем И все раз посмотрим Смотрим Вот такая у нас получилась прогулка с вами Мы едем в Калифорнию Там будет океан И просто